Почему я хочу победить бедность? Да потому что я ее ненавижу. Ренат Ахметов. Украинский бизнесмен, олигарх, политик, президент футбольного клуба «Шахтер». Ахметов владеет крупнейшим холдингом страны и на протяжении многих лет является самым богатым украинцем. В этом видео мы расскажем вам о том, как мальчик из простой семьи «Шахтера» сумел войти в число самых влиятельных людей Украины. Ренат Ахметов. Как живет самый богатый олигарх Донбасса и куда тратит свои миллиарды? Ренат Ахметов родился 21 сентября 1966 года в поселке Северный, недалеко от Донецка. В семье шахтера Леонида и продавщицы Някии. Родители Ахметова – татары по национальности, переехали в Украину из республики Мордовия в начале 60-х годов. У Рената есть старший брат Игорь, с которым они были очень близки. Детство Рената проходило в бедности. Ахметовы жили в старом ветхом доме и, по воспоминаниям местных жителей, долгое время не имели даже мебели. Им приходилось спать на полу. При этом семья была дружной и трудолюбивой. Мать, помимо работы в магазине, выезжала на полевые работы. А отец, несмотря на то, что многие мужчины в то время в поселке выпивали, и капли в рот не брал. Сыновья не хулиганили, но за себя постоять умели и пользовались уважением среди молодежи. В школьные годы будущий олигарх не проявлял интереса к учебе, при том, что учителя отмечали его как умного, смекалистого парня с феноменальной памятью. Больше учебы его интересовал спорт, в частности, футбол и бокс. Также Ахметов с детства был заядлым картежником, которого практически невозможно было обыграть. В 1983 году Ренат окончил среднюю школу номер 63 в городе Донецке. О его жизни в последующие годы практически ничего не известно. Местные жители на вопрос, чем занимался Ахметов в молодости, отвечают неохотно. Однако в один голос твердят, что деньги у него водились серьезные. Известно, что молодой человек не служил, хотя в те годы практически невозможно было откосить от армии, но он сумел. О личной жизни Рената известно лишь несколько фактов. В юности парень ухаживал за местной девушкой Людмилой. Интересно, что брат Ахметова встречался с сестрой Людмилы, Светланой, и даже позвал ее замуж. Однако отец девушек был категорически против парней татарской национальности и запретил им общаться, после чего пути молодых людей разошлись. Первой серьезной любовью Ахметова стала Лилия Смирнова, с которой он познакомился на одной из молодежных вечеринок. Девушка была из простой советской семьи и работала мотористкой на заводе. Друзья пары вспоминают, что Ренат долго добивался внимания Лилии. При том, что сам пользовался успехом среди девушек из-за своего сходства с молодым Дмитрием Харатьяном, который в те годы находился на пике популярности. Поженились молодые люди предположительно во второй половине 80-х годов, а уже в 88-м у пары родился сын Дамир. По неподтвержденной информации, будущий бизнесмен был профессиональным шулером, который даже выезжал в другие города и зарабатывал около 20-30 тысяч советских рублей за один вечер таких гастролей. Также поговаривают, что Ренат был замешан в делах преступных группировок. Например, в 2005 году у следственных органов Украины были подозрения о причастности Ахметова к покушению в 88-м году на жителя Донецка Сергея Чернышова по прозвищу Боцман. А глава управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией тогда публично назвал олигарха реальным руководителем ОПГ. Сообщалось, что в первой половине 90-х он был правой рукой Ахатя Брагина, известного донецкого бизнесмена и криминального авторитета по кличке Алик Грек. Считается, что именно Брагин помог Ахметову занять хорошее положение в обществе. Между мужчинами нашлось много общего. Оба были татарами, страстно любили футбол и бокс, что в итоге привело к настоящей дружбе, несмотря на разницу в возрасте в 13 лет. У самого же Рената другая версия того, как проходила его молодость. По его словам, после окончания школы он учился на экономическом факультете Донецкого государственного университета. Однако не нашлось ни одного выпускника, помнящего Ахметова среди студентов. Ко всему прочему, официально годом получения диплома является 2001-й, что уже не сходится со словами Рената. После учебы будущий олигарх устроился работать экспедитором в 41-й магазин города Донецка, директором которого был тот самый бизнесмен Брагин. Точно известно, что в те годы парень уделял много времени своей семье. Так сложилось, что его старший брат после возвращения из армии устроился работать на шахту вместе с отцом. И вскоре получил серьезное профессиональное заболевание, из-за которого пришлось бросить работу. Лечение Игоря было тяжелым и продолжительным. Старший брат нуждался в уходе. И Ренат помогал матери в этом. Также от сложностей профессии шахтера пострадал и отец Ахметова. У мужчины было заболевание легких, из-за которого он умер в 1991 году. Свое место в большом бизнесе Ахметов занял еще в начале 90-х годов, когда вместе с Ахатем Брагиным и Яковом Богдановым основали компанию «Арс», специализирующуюся на добыче угля и производстве каменно-угольного кокса. Уже тогда, действуя, как он сам признавался в рамках неформальной экономики, Ренат заработал свой первый миллион. Также Ахметов вместе с Брагиным контролировали российский бизнес водочные продукции Евгения Щербаня. В 1995 году Ренат основал Донецкий городской банк, став самым молодым банкиром Украины. И в том же году произошло убийство Ахатя Брагина, который, ко всему прочему, был президентом футбольного клуба «Шахтер». Смерть Брагина произошла в результате взрыва на стадионе во время футбольного матча. Известно, что это было не первое покушение на жизнь криминального авторитета. Сам же Ахметов на тот матч попросту опоздал, что, вероятно, и уберегло его от смерти. А уже в следующем году был убит и Евгений Щербань. По одной из версий, мужчины были заказаны одной из криминальных группировок, которая в свое время выделила им 80 миллионов долларов на приватизацию донецких предприятий, чтобы в результате получить в них долю, но обговоренные условия не были соблюдены, что и стало причиной расправы. Поговаривали, что на Ахметова тоже планировалось покушение, но он сумел грамотно провести переговоры и урегулировать конфликт. В октябре 1996 года Ренат возглавил футбольный клуб «Шахтер» и серьезно занялся его развитием, так как был большим поклонником этого вида спорта. Ахметов открыл первую футбольную школу и академию для подготовки игроков высочайшего класса, а также основал спортивно-тренировочный комплекс «Кирша», который считался одной из лучших тренировочных баз в Европе. А помощником в вопросах управления клубом Ренат назначил своего брата Игоря. В 1997 году семья Ахметовых пополнилась еще одним сыном – Алмиром. Известно, что в так называемое наследство от Брагина Ренату достались и его предприятия, в том числе элитная гостиница «Люкс» в Ботаническом саду Донецка. Свои дела бизнесмен вел довольно успешно и к концу 90-х стал самым влиятельным человеком на Донбассе и неформальным лидером донецкого клана. Считается, что благодаря влиянию Ахметова главой администрации Донецкой области в 1997 году был назначен Виктор Янукович. Кстати, с гостиничным комплексом «Люкс» и его руководством связано уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении служебным положением. В 2005 году в рамках расследования в офисе компании были проведены обыски с привлечением бойцов спецподразделения «Беркут» и даже БТР. Представители компании тогда заявили, что вероятной целью этих обысков является дискредитация Рената Ахметова. В 2000 году Ренат Леонидович основал собственную империю под названием «Систем Кэпитал Мэнэджмент», а с 2009 года стал ее единственным акционером. Компания владеет контрольными пакетами акций более 500 предприятий, работающих в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной отраслях, в банковском, страховом, медиабизнесе, в сфере недвижимости, нефти и газодобычи и на данный момент является крупнейшей финансово-промышленной группой Украины. Помимо украинских активов, холдинг владеет компаниями в странах Евросоюза и Швейцарии. Также в состав СКМ вошел и футбольный клуб «Шахтер», на дальнейшее развитие которого бизнесмен не жалел денег. Например, в 2009 году был открыт футбольный стадион «Донбасс-Арена» вместимостью 52 тысячи человек, на строительство которого было потрачено 400 миллионов долларов. «Донбасс-Арена» была признана лучшим стадионом Евро-2012 и попала в рейтинг 25 лучших стадионов за всю историю Лиги чемпионов. А в 2011 году состоялось шоу, посвященное 75-летнему юбилею «Шахтера». Мероприятие вела голливудская актриса Мила Йовович. «Я желаю, Шахтар, многих лет счастья и успеха». А хедлайнером выступила певица Риана. Любовь к футболу передалась по наследству и детям олигарха. Старший сын Дамир в свое время хотел построить карьеру футболиста и пришел в школу «Шахтера» на обучение. Узнав об этом, отец был в ярости и запретил мальчику там появляться, объяснив это тем, что не хочет делать его мишенью для СМИ. Да и присутствие сына владельца клуба могло нарушить дисциплину команды. В политической жизни страны Ахметов зачастую принимал косвенное участие. Поговаривают, что в 2001 году благодаря его влиянию Янукович занял должность премьер-министра Украины. Также Ренат оказывал земляку поддержку во время президентских выборов. И сам в 2006 году участвовал в парламентских от партии регионов, после чего входил в состав комитета по вопросам экономической политики. Но уже в 2012-м прекратил политическую карьеру, при этом до сих пор финансирует партии и политиков, которых хочет видеть у руля страны. Особое внимание бизнесмен уделяет благотворительности и на протяжении многих лет занимает первые места по объему средств, выделенных на эти цели. Еще в 2005 году он основал благотворительный фонд развития Украины, позже переименованный фонд Рената Ахметова, в который ежегодно вкладывает 10 миллионов долларов. Непростая политическая ситуация на востоке Украины в 2014 году не оставила Ахметова равнодушным, и на базе своего фонда он создал штаб «Поможем», который оказывал гуманитарную помощь пострадавшим гражданам. Мародерствовать в городах и захватывать мирных жителей – это что? Борьба за счастье нашего края? Нет. Это борьба против жителей нашего края. За три года работы организация помогла почти полутора миллионам людей и стала крупнейшей гуманитарной миссией в стране. О личной жизни бизнесмен по-прежнему мало что рассказывает. Ходили слухи, что Ахметов не проживает с супругой, а состоит в отношениях с молодой моделью. Но его знакомые опровергают эти сплетни и говорят, что мужчина до сих пор счастлив в браке. Как известно, сыновья Рената проживают в Великобритании, и старший уже успел жениться и подарить олигарху внучку. Год назад в жизни бизнесмена произошло горе – умер Игорь Ахметов. Эту потерю мужчина тяжело перенес, и рассказал журналистам, что потерял не только брата, но и лучшего друга. На сегодняшний день Ахметов является самым богатым украинцем. В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в 7,6 миллиарда долларов и поместил на первое место в украинском рейтинге и на 327-е в мировом. Впервые в мировой рейтинг бизнесмен был включен еще в 2005 году с состоянием 2,5 миллиарда долларов и стал в нем первым украинцем. Спустя 6 лет его состояние достигло 16 миллиардов долларов, что позволило ему занять 39-ю позицию в глобальном рейтинге. Политическая ситуация на Донбассе и общемировой социально-экономический кризис пошатнули положение бизнесмена. И за 7 лет его состояние упало на 80%. Однако в последние годы наблюдается рост его доходов, что неудивительно. Ведь холдинг Ахметова контролирует 90% добычи угля и занимает 35-процентную долю на рынке распределения электроэнергии. Следовательно, повышение тарифов для населения положительно сказывается на финансовом состоянии олигарха. Миллиарды долларов позволяют Ренату приобретать самые роскошные объекты недвижимости как в Украине, так и за ее пределами. Король Донбасса владеет огромным особняком в Донецке, построенном на территории бывшего ботанического сада. Помимо основного здания, на земельном участке находится система фонтанов, а также искусственное озеро, на берегу которого расположены несколько гостевых коттеджей, рыбацкий домик и бассейн. Долгое время эта резиденция была основным местом проживания олигарха, но в связи с политической ситуацией на Донбассе сейчас он редко там появляется, а живет во дворце недалеко от столицы. Несмотря на отсутствие хозяина, резиденция находится в отличном состоянии. Здание ухожено, а на территории высажены цветы. В 2020 году Ренат Леонидович построил роскошную резиденцию в селе Плюты под Киевом. Трехэтажный дворец в классическом стиле площадью 12 тысяч квадратных метров можно рассмотреть только со снимков, сделанных дроном. А о том, насколько он шикарен внутри, остается только догадываться. Помимо основного дворца, на участке площадью 25 гектаров есть два фонтана, сад во французском стиле, беседки, гаражи, вертолетная площадка, дома для гостей и персонала, бассейн с золотыми форсунками и лестницами, рыбацкий домик, джакузи, сауна, а также искусственное озеро с мостиком. По неподтвержденной информации, под озером находится тоннель, который соединяет главное здание с гостевым домиком. Также на территории установлены глушилки. Известно, что Ахметов построил себе отдельную линию обеспечения электричеством с четырьмя генераторами в подземном бункере. И только этот проект обошелся ему в более чем 6 миллионов долларов. Также олигарх владеет дворцом под Ялтой в Крыму. Усадьба «Новой Кучуккой» была построена для художника Жуковского в начале 20 века и считается культурным наследием эпохи модерна. Усадьба и прилегающая к ней территория были приватизированы компанией Ахметова путем выкупа в 2004 году. А после попыток прокуратуры Крыма оспорить сделку, переведены в собственность офшорной кипрской компании, тоже контролируемой олигархом. В следующие годы там были построены гостевой дом площадью более 3000 квадратных метров и огромный комплекс с бассейном на 2000 квадратных метров. А в парке, по словам экспертов, начали появляться подделки скульптур, заменившие оригиналы. В 2014 году российские власти национализировали недвижимость, и сейчас она перешла во владение Газпрома за 25 миллионов долларов. Однако, согласно украинскому законодательству, особняк принадлежит Ахметову, который собирается отстаивать свою позицию в суде, поэтому дальнейшая судьба дворца пока неизвестна. Кроме того, олигарх владеет самой дорогой квартирой в элитном жилом комплексе Уан Хайт Парк в Лондоне стоимостью более 220 миллионов долларов. В 2011 году Ренат приобрел несколько апартаментов общей площадью 2300 квадратных метров и объединил их, заняв сразу три верхних этажа здания. Апартаменты включают в себя несколько спален, гостиных, столовую, банкетный зал, кинотеатр, винный погреб. На территории комплекса находится симулятор поля для гольфа, фитнес-центр с скрытым бассейном, сауна и тренажерный зал. Безопасность богатых жильцов обеспечивают консьержи, круглосуточная охрана, пуленепробиваемые стекла, система идентификации гостей по радужной оболочке глаза и даже несколько комнат-убежищ. Но самым грандиозным объектом недвижимости миллиардера является вилла Кедров, построенная в XIX веке во Франции в коммуне Сен-Жап-Кап-Ферра между Ницей и Монако. В свое время этой виллой владел бельгийский король Леопольд, который купил ее для своей юной любовницы. Затем ее собственником стал производитель знаменитого ликера Гранд-Марнье, а в 2016 году за 220 миллионов долларов ее приобрел Ахметов, и долгое время вилла держалась в тройке самых дорогих домов мира. В особняке площадью 1670 квадратных метров находятся 14 спален, гостиная, столовая, библиотека с уникальными книгами, картинная галерея, окна которых выходят на Средиземное море. На земельном участке площадью более 14 гектаров расположены часовня, конюшня на 30 лошадей, бассейн и ботанический сад с экзотическими растениями. Несмотря на огромную страсть Ахметова к дорогим особнякам, его коллекция автомобилей по меркам миллиардеров весьма скромная. Стоит отметить, что свою первую машину Ренат купил в 17-летнем возрасте, ею стала советская «семерка». А сегодня кортеж олигарха состоит из мерседесов. Только 10 лет назад это был Мерседес С-класса, а сейчас Мерседес Майбах С-650. Сопровождающая охрана также передвигается на автомобилях этой марки. Всех их объединяет и то, что каждая машина Ахметова бронированная и включает в себя систему усиленной защиты и безопасности. Интересный факт. Если присмотреться к номерам автомобилей, на которых ездит лично Ахметов, то можно обнаружить закономерность. Сумма цифр каждого номерного знака равна 21. Что сходится с датой рождения бизнесмена, а также является особой комбинацией в картах, игрой в которой увлекается Ренат. Сегодня в СМИ активно обсуждают конфликт, возникший между Владимиром Зеленским и Ренатом Ахметовым. Президент ни много ни мало обвинил того в попытке организации государственного переворота. Одним из поводов напряженных отношений стал антиолигархический закон, в рамках которого Зеленский также заявил о незаконной приватизации бизнесменам украинских предприятий. Сам же Ренат Леонидович неоднократно говорил, что он не олигарх, а инвестор, который является крупнейшим налогоплательщиком страны и работодателем для 200 тысяч украинских граждан. А что думаете по этому поводу вы, дорогие подписчики?